...государственные, которые размещены на сайте торги Гофру. Муниципалы обязаны размещать всю информацию земельных участков на сайте торги Гофру. Раздел аренды и продажи земельных участков. Как это сделать? Я сейчас вам это показываю. И вот здесь нам показывается все то, что продается. И когда мы перейдем в параметры лота, выбираем статус. Опубликован. И прием заявок. То есть это то, что это те торги, которые на текущий момент у нас идут актуальные. Это то, на чем мы можем заработать сегодня, завтра и послезавтра. То есть это не те, которые были когда-то. Это вот они здесь и сейчас. И на что нам следует обратить внимание, что у земельного участка всегда есть цена. Вы иногда будете видеть, что у земельного участка нет цены. Но мы будем более подробно с этим разбираться. И что мы здесь видим? Вот первично мы здесь видим прием заявок. Мы понимаем, что это электрон. Аукцион электрона – это когда он проходит на какой-либо площадке. Вот в данном случае это площадка, на которой проходит РТС-тендер. У аукциона всегда есть, у земельного участка всегда есть цена. И в данном случае это вот цена 548 тысяч стартов. Площадь земельного участка 20 соток. И мы можем посмотреть, где он находится. То есть обратите внимание, здесь написано аренда земельного участка практически 21 сотка, то есть 2000 квадратных метров для личного подсобного хозяйства в городском округе Кашира. И здесь указан кадастровый номер. Также ниже у нас есть тоже какая-либо информация о земельном участке. То есть этот стоит 548 тысяч. Но вот есть, который 54 тысячи. То есть давайте на нем остановимся, но он более-менее интересен. Что я здесь вижу? Я вижу какие-либо фотографии земельного участка. Они могут быть размещены, могут быть не размещены. Здесь я вижу, что прием заявок я выбрала. То есть я сама выбрала, что прием заявок. Вижу, что электронный аукцион. И вижу, на какой электронной торговой площадке он проходит. То есть торги ГОВ это только агрегатор, с которым мы работаем. Также я вижу начальную цену. Начальные цены, так как это аренда земельного участка всего 15 квадратных метров, это 15 соток. Для личного подсобного хозяйства в городском округе Ступино. И у нас есть здесь указан кадастровый номер. Ежегодная аренда 54 тысячи рублей. Мне он интересен. И я на него перехожу. Кликаю правой кнопочкой и нажимаю открыть в новом окне. И давайте посмотрим, что вообще. То есть это была первичная информация. Сейчас давайте посмотрим, какую информацию он нам выдаст. Вы смотрите непосредственно в своем регионе то, что у вас есть. Ждем, пока подгрузится. Ждем, пока подгрузится. Пока у нас все это подгружается, мне бы хотелось о чем вам сказать, что у нас есть аренда, а есть продажи земельных участков. Аренда от продажи отличается, да, то есть а вот чем она отличается, мы это в этом же уроке будем разбирать. От этого зависит, в принципе, стоимость земельного участка. Итак, возвращаемся к тому, к нашим земельным участкам. У нас уже все подгружается. Смотрим, что у нас, в принципе, здесь все, что откроется. Какую информацию мы здесь можем найти. Еще раз говорю, когда сайт очень часто подвисает, к примеру, когда открыто много вкладок, когда, да, то есть техника работает очень много. И сайт, он также профессиональный, он очень много ест. Поэтому будьте внимательны, если у вас много-много всего открыто, лучше закрыть. Я закрыть не могу, поскольку записываю для вас видео урок. То есть, что я здесь вижу еще раз. Аренда и продажи земельного участка 15 квадратных метров для личного подсобного хозяйства в городском округе Ступино. И вижу кадастровый номер. Да, то здесь я предварительно вижу по фотографиям, что участок достаточно ровный. Вижу начальную цену, вижу шаг, на который будет подниматься у нас цена. Вижу вид торгов, это аренда и продаж земельных участков. Это то, что нам нужно, то, что мы выбирали. Электронная площадка, это РТС-тендер, субъект местонахождения имущества и дата окончания подачи заявок. То есть, 18.04.18.00 по московскому времени будет окончание подачи заявок. Да, то есть, и здесь я что для себя еще ищу интересного. То есть, срок аренды 13 лет и 2 месяца. 13 лет и 2 месяца я могу платить по вот этой начальной цене, если выиграю данный земельный участок. И работая, да, то здесь я вижу, куда задатки перечисляются, здесь я вижу кадастровый номер. Кадастровый номер – это личные границы индивидуального земельного участка. Да, то есть, вот ключевое слово – личные, прям реально границы индивидуального земельного участка. Эти границы мы смотрим в публичной кадастровой карте. Публичная кадастровая карта – это официальный источник от Росрегистров. Он нам нужен, он нам будет просто необходим при работе с земельными участками, как со свободными, так и с торгов. Да, то есть, ну, более подробно будем, конечно же, это разбирать. Но пока ключевой момент. То есть, кадастровый номер я на текущий момент просто скопировала. Что я вам хочу сразу сказать. 54 тысячи аренда, да, то есть, просто запомните, что это такое. Дальше будем разбирать. Итак, земельные участки можно приобрести как в аренду, так и в собственность, да, то есть, ну, сделать мы это можем первым способом, еще раз, на торгах. То есть, земельные участки, еще раз, два вида, да, то есть, я прям вам уточняю, чтобы вы не запутались, не перепутали, да, то есть, два вида – это аренда и это продажа. Аренда, именно аренда – это то, что мы с вами берем во временное пользование. И если мы выполняем какие-либо условия, условия, да, то есть, то мы можем забрать уже земельный участок, это в собственность. И аренда привлекательна относительно всегда маленькой ценой, да, то есть, по сравнению с рынком, по сравнению с продажей, аренда, она всегда, всегда будет дешевле. Но, на самом деле, все это зависит от регионов и от тех муниципальных образований, которые выставляют земельные участки на торги. И продажи, да, то есть, продажи – это когда мы не выполняем никаких условий, а просто подаем заявку, берем сразу в собственность, оформляем на себя и делаем земельным участком вообще все, что мы хотим. И продажа привлекательна тем, что нам ничего не нужно там делать, строить, выполнять какие-либо условия, просто взяли и уже можем перепродать. И от чего зависит вообще стоимость имущества, да, то есть, давайте сразу разберем, от чего зависит стоимость земельного участка, как она вообще складывается, цена. И как вообще по земельному законодательству, когда муниципалы продают земельные участки, продают сразу, выставляют на торги с продажей, да, то есть, не в аренду, у нас идет либо кадастровая стоимость, и это 100% от кадастровой стоимости, либо рыночная стоимость. Рыночная – это когда муниципалы делают оценку и выставляют уже непосредственно на продажу по оценке. И вот такой ключевой интересный момент, то есть, в 90% случаев в регионах выставляется все по кадастровой стоимости, потому что оценочная стоимость – это расходы, это, ну, расходы никому не нужны, они в бюджет не заложены, поэтому в законодательстве есть, ну, выставляем по кадастру. А при выкупе из аренды, да, то есть, у нас, мы учитываем всю ту же самую кадастровую стоимость, но там минимально идет 3% от кадастровой стоимости. То есть, понимаете, что земельный участок, который мы с вами рассматривали за 54 тысячи, это была только аренда, да, то есть, давайте его же разберем, за сколько мы его сможем выкупить, и сколько бы он, к примеру, стоил на торгах. Для этого нам с вами понадобится опубличная кадастровая карта, то есть, эту стоимость мы будем рассматривать в публичной кадастровой карте. И сейчас я перейду в публичную кадастровую карту. Она работает официально от Росреестров. Очень часто она не работает, очень часто виснет, но, тем не менее, мы с ней обязаны работать. Это наш с вами необходимый инструмент. Набираем ПКК – публичная кадастровая карта. Если вдруг она виснет, да, то есть, при анализе земельных участков она вообще нам просто необходима, но если мы хотим первично посмотреть, к примеру, кадастровую стоимость, нам подождет, подождет, нам подойдет и публичная, вот, ЕГРП-365. То есть, в целом, если основная карта не грузится, кадастровую стоимость мы можем посмотреть и в другом месте. Если она грузится, если все окей, то, конечно же, лучше работаем с официальным источником информации. Но это просто для нас необходимость. Так, давайте подождем. В данном случае нам просто нужно для однокомительной версии, поэтому мы с вами перейдем на более легкую версию, это ЕГРП-365. Она более чаще работает, она не зависит от выходных, да, то есть, она практически всегда работает. Поэтому мы перейдем на нее и в объем здесь наш кадастровый номер земельного участка, который мы с вами рассматривали за 54 тысячи рублей. Кадастровый номер у нас всегда располагается вот здесь внизу, кадастровый номер земельного участка. Это если он у нас имеется. В большинстве случаев он у нас имеется, потому что эти торги вновь образованы, да, то есть, новые торги вновь образованы земельные участки. И здесь мы можем заказать выписку ЕГРН для того, чтобы посмотреть какие-либо обременения и ограничения, но в случае с земельными участками у нас они обычно все пишутся в документации. И здесь ввели кадастровый номер, Ctrl-C, Ctrl-V я сделала, либо мышкой кликнули, выделили, копировать. И здесь у нас пока идет загрузка данных, то есть, как только загрузится, мы сможем посмотреть с вами местоположение земельного участка и какую-либо первичную информацию, да, то есть, вот кадастровый номер не загрузился. То есть, видим, как у нас вообще располагается земельный участок. Да, то есть, первично можем посмотреть, можем посмотреть, где рядом располагается дорога, наличие соседних земельных участков, наличие зарегистрированных домов, они всегда красненькие показываются, где у нас есть какие-то красные линии, да, то есть, и, в принципе, вот, судя по тому, что ниже, это старые земельные участки, так у нас обычно в СССР все делали, да, то есть, выдавали, а потом делали границы, да, то есть, смотрим, что он нам выдает, можем ли мы посмотреть там кадастровую стоимость, если нет, то нам придется перейти на наш официальный источник. Нет, здесь он нам не выдает, то есть, ЕГРП-365 не выдает кадастровую стоимость, поэтому нам в любом случае придется перейти на публичную кадастровую карту, официальную версию. Итак, мы с вами находимся на официальном источнике, это публичная кадастровая карта, часто не крутится, не работает или, в принципе, очень плохо работает, но это нам просто необходимо. И здесь мы также, как в ЕГРП-365, мы вставляем кадастровый номер того же самого земельного участка, который нам был необходим. И нам не просто важно местоположение рассмотреть, да, то есть, где он и как находится, нам важно посмотреть кадастровую стоимость земельного участка. И вот обратите внимание, кадастровая стоимость земельного участка составляет 775 тысяч рублей. На торгах, на торгах, этот земельный участок, да, то есть, право аренды стоит 54 тысячи. И если бы муниципалы выставляли бы его на продажу, то они бы выставили за 775 тысяч рублей. Да, то есть, вот, 775 тысяч рублей. А если мы сейчас с вами откроем калькулятор, и посмотрим, сколько будет... Ну, я точно знаю, мы уже работали с Москвой, что Москва, Московская область, ну, Московская область, если быть точнее, то 3% у нас будут составлять... Мы прямо на компьютере перейдем. Можете пока открыть калькуляторы. Итак, 775 тысяч умножаем на 3%. Получается 23 250 рублей. То есть, мы, к примеру, взяли земельный участок с начальной ценой за 54 254 рублей. Ну, пускай будут 54 тысячи рублей. Да? За 500 тысяч, 500 тысяч, мы построили там небольшой дом. Для своего личного проживания, для перепродажи нам не важно. И выкупили вот этот земельный участок за 23 тысячи рублей. Круто? Круто. То есть, мы не просто взяли земельный участок, мы построили на нем дом, да, то есть, выполнили условия и выкупили. Все это мы сделали за год. Да, то есть, понятно, что мы продать его можем намного дороже. Либо вы можете сразу напрямую у муниципалов, если они выставили, приобрести эти 15 соток за 775 тысяч рублей и реализовывать уже просто пустой земельный участок. Но, чтобы у вас было понимание, да, то есть, продать земельный участок с домом, с домом намного проще, намного выгоднее, чем продать пустой абсолютно земельный участок. Именно поэтому аренда считается самой привлекательной. Но те, у кого нету своих финансов на строительство дома, да, то есть, и когда кадастровая стоимость не очень большая, в этом случае спокойно можно приобретать по кадастровой стоимости. То есть, условия необходимо прям вот смотреть в каждой администрации. Давайте немножечко с вами поговорим, от чего зависит стоимость земельного участка. Да, то есть, вообще, от чего она зависит, да, то есть, первое, от постановлений в регионе, в котором вы будете работать. То есть, в Московской области у нас небольшой процент идет от кадастры, это аренда, и плюс дополнительно 3% выкуп от кадастровой стоимости. В Томской области, в Томском районе, если быть конкретно, в некоторых муниципальных образованиях, у нас аренда идет 100% от кадастры, аренда в год 100% от кадастры, и выкуп составляет 3% от кадастры, 30% от кадастры, а где-то даже 100% от кадастры. То есть, взяли в аренду 100% от кадастры, плюс 100% от кадастры вы еще потом выкупили, при этом вы построили дом. Ну, то есть, нелогично в такие земельные участки заходить, когда их можно просто без дома приобрести по кадастровой стоимости, да, то есть, и именно поэтому важно научиться работать с администрациями и с постановлениями в вашем регионе. Также стоимость земельного участка зависит от того, где расположен земельный участок. То есть, говоря простыми словами, в населенном пункте, да, то есть, либо вне населенного пункта. Ну, стоимость всегда разная. Назначение земельного участка. То есть, чтобы вы понимали, промки, промоучастки для предпринимательства, для продажи, они всегда являются самыми дорогими земельными участками. И ЖС, ЛПХ, они всегда идут, у них идет такая средняя цена. Сельхоз, земельные участки для садоводства, да, то есть, они идут самые дешевые, самые недорогие. Но на каких-то можно строить дом, на каких-то нельзя. И все зависит от вида права аренды. Да, то есть, вид права аренды, от вида права либо продажа, либо аренда, да, то есть, вот мы понимаем, и дальше уже рассчитываем, как мы хотим приобрести, за какую стоимость, и сколько нам для этого нужно наших влажений. Если мы берем для себя, либо мы то же самое можем сделать для наших клиентов, да, то есть, оказать услугу по выкупу земельных участков с торгов. И у нас земли делятся вообще на две категории. Это земли поселений и земли сельхозназначения. А дальше уже, ну, назначение земельных участков, их очень много, они разные. Но самое главное, это индивидуальное жилищное строительство, это личное подсобное хозяйство, это то, с чем мы работаем. Земли сельхозназначения, это также личное подсобное хозяйство на полевых участках. Дачное у нас сейчас нет такого определения. Это садоводство, садоводство нельзя строить для ведения садоводства, можно строить жилые дома, можно там прописываться. И ведение крестьянско-фермерского хозяйства, но это уже для тех, кто открывает какой-либо бизнес. То есть, это то, с чем мы с вами работаем. Причем на торгах мы с вами не ограничены, да, то есть на торгах мы с вами можем абсолютно любой купить земельный участок, как промназначение, ЖС, ЛПХ и так далее, да, то есть там нам сразу прописывают так, и мы можем искать свободные земельные участки. И именно этим мы с вами, именно этими землями, именно с этими землями мы с вами будем работать, да, то есть и следующие наши видео уроки. Будут посвящены это поиску земельных участков, это формирование свободных земельных участков, где дешево взять земельные участки, да, то есть где их в принципе вообще найти, как искать, как формировать, да, то есть и так далее. И ваше домашнее задание после этого видео, то есть это очень важно, что вы находились все это время здесь со мной, что вам необходимо будет сделать. Первое, это найти земельные участки, ЖС или личное подсобное хозяйство на сайте торги GoFru в разделе аренды и продажи земельных участков, как я вам это показывала. И сделать скриншот, скриншот прикрепить, конечно же, в комментарии, да, то есть любым удобным для вас способом, чтобы вы могли открыть, посмотреть. Это первое задание. И второе задание, да, то есть вам просто нужно познакомиться с публичной кадастровой картой, да, то есть ну вот скопировать кадастровый номер в торги GoFru и вставить в публичную кадастровую карту, да, то есть чтобы посмотреть кадастровый номер земельного участка и кадастровую стоимость земельного участка, да, то есть и так же все это скриншотами прикрепить к нам в комментариях. И только после этого вам откроется доступ к другому уроку, потому что если вы не научитесь работать с сайтом торги GoFru, если вы не научитесь работать с публичной кадастровой картой, к сожалению, дальше мы с вами работать с землей не сможем. Поэтому делаем, выполняем и до встречи в следующем видео.